Ты слышишь? Актеры, играющие, тоже реагируют. Чуть иначе, чуть иначе. Вот здесь мы играем так, а в «Диском саду» мы этот же спектакль, с теми же героями. Потому что только играть будем, конечно, иначе. А мультик, он и для тех, и для других, и для третьих одинаковый. Впрочем, организаторы необычного визита рассказывают, что долго уговаривать артистов не пришлось. Дарить радость наши кукольники готовы всем детям и взрослым, где бы они ни находились. Если Господь даровал человеку талант, если Он подарил ему этот талант бесплатно, то, на мой взгляд, обязательно этот человек должен делиться и дарить свой талант людям, если это профессиональные артисты. И, конечно же, наш Новосибирский театр «Кукол» откликнулся очень на это быстро, живо. И, несмотря на сегодняшний мороз, приехали, и сегодня будет замечательный спектакль. Несмотря на известную всем с детства сказку «Курочка-ряба», спектакль по ее мотивам был интерпретирован артистами по-своему, в воспитательных, так сказать, целях. С тобой вполне пристойный вид. Всем там недавно известно, кто-либо и тот, и честный. Самим воспитанникам колонии представление пришлось по душе. Говорят, к ним часто кто-нибудь приезжает. Это помогает помнить, что за колючей проволокой есть добрая и полноценная жизнь. Ну, так-то понравилось еще. Чаще приезжают, интересно. Вот недавно ребенок маленький приезжал на барабанах играл. По новостям показывали, да. Тоже с телевизора, да? Да, вот его привозили к нам. Тоже жизнерадочный, позитивный. Стоит отметить, что сегодня в воспитательной колонии для малолетних наказание отбывает чуть больше 50 осужденных. И это в разы меньше, нежели еще 5-6 лет назад. Хочется верить, что и подобные мероприятия приносят свою реальную пользу в воспитании этих преступников.